Всем привет, дорогие друзья! И сегодня мы с вами разберем, как сделать рот с разными эмоциями. Давайте посмотрим на примере уже готового рта. Вот есть у нас, например, рот с определенным набором артикуляций. И мы хотим, чтобы в одном персонаже использовались рты не только нейтральные, а, например, позитивные. Давайте посмотрим на примере буквы И, И, Щ. Позитивная, нейтральная и негативная. И абсолютно так с каждой артикуляцией. Для того, чтобы сделать подобным образом анимацию рта, а точнее вариативность выбора рта, нам необходимо создать один рот. Сделать его условно-позитивным. Давайте мы условно создадим еще пару. Давайте это у нас пускай будет со скобочкой, что это позитивный. Дублируем рот. Отключаем тот рот, который нам не нужен. И давайте попробуем сделать букву О. Давайте объединим все эти слои. Рты позитивные. Теперь мы переведем в переключатель. И выберем пускай первым ртом будет А. Что же нам сделать необходимо теперь? Теперь мы дублируем рты позитивные. Делаем рты нейтральные. Выключаем видимость ртов позитивных. Выбираем слой. Выбираем группу А. И делаем их условно говоря нейтральными. Теперь мы создадим из ртов нейтральных рты негативные. И по факту у нас готовы все три вида ртов. Чисто технически самый простой способ теперь все эти рты объединить в группу. Перевести группу в переключатель. Создаем еще один групповой слой. Хотя мы можем создать групповой слой. Так как чтобы сымитировать работу в костяном слое, переводим в костяной слой. И создаем две кости. Первая кость у нас будет отвечать за переключение самих ртов. А вторая кость будет у нас отвечать за переключение между состояниями нашего персонажа. Теперь мы выбираем кость. Переходим во вкладку Bone. Make Smart Bone. А давайте выйдем из экшена и посмотрим, как это у нас отработает. Так как сейчас у нас включены рты негативные, то соответственно мы их и видим. Хорошо. Теперь давайте создадим еще одну кость, чтобы вот эта маленькая кость не вращалась за первой созданной. Обе кости привяжем к этой маленькой. Пускай она будет у нас таким неким контроллером для обеих костей. И по такому же принципу мы создаем экшен для второй кости. И давайте посмотрим, что же у нас получилось. Мы выбираем непосредственно тот род, который нам нужен. И теперь мы можем изменить эмоцию нашего персонажа в любой момент времени. На любой букве. Вот такой коротенький урок. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо за просмотр. Всем до скорого. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!